Проблема отцов и детей в любом обществе, на какой бы стадии развития оно ни находилось, сегодня признана практически официально. И каждый раз, когда речь заходит об этой дилемме, мы подсознательно настраиваем себя почему-то исключительно на негатив. Склоки, скандалы, недопонимания. Одним словом, проблема поколения. При этом, сейчас из нашего лексикона, на мой взгляд, абсолютно незаслуженно ушло такое понятие, как династия. Так вот, спорт, и хоккей в частности, позволяет нам вспомнить об этом. И как же здорово, что в очередной серии документального проекта «Характер» появился повод поговорить о династии в хоккейном клубе «Локомотив». Отец и сын Красоткины – одни из главных героев того, что вы увидите прямо сейчас. «Характер» До дел семейных мы с вами еще обязательно дойдем. Пока же вернемся немного назад. День 12 ноября. Все поклонники «Локомотива» ждали с особым нетерпением. В арене 2000 – первая в сезоне встреча с главным конкурентом по западной конференции – столичным ЦСКА. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Которые готовы с места в карьер рвануть за главным призом в виде трех очков В такой ситуации удаляться противопоказано вовсе Но в стартовом отрезке локомотив слишком часто грешит нарушениями правил До определенного времени у армейцев ничего не получается при розыгрыше лишнего Оба наставника задумчивы, конструируют новые тактические схемы Железнодорожникам удается несколько раз серьезно тревожить голкипера столичной команды Илью Сорокина Картаев и Коршков упустили просто шикарные возможности открыть счет Естественно, что наша камера в этот вечер отдельно следила и за Джеффом Плетом Но до недавнего времени Ярославец в этой игре выстрелил лишь однажды, во втором периоде А еще до сирены у ЦСКА сработала связка экс-игроков Новосибирской Сибири Кугрышев очень удачно подставляет плюшку под бросок Кожиганова от синей линии И все же наказывает локомотив за очередное удаление Счет открыт 0-1 Вы знаете, нет, иногда оно не должно быть, а наоборот должно постигнуть нашу команду Потому что это уже не первая игра проигранная Но это, наверное, лучше, чем была прошлая игра по качеству игры Все равно мы здесь ищем какой-то позитив И я надеюсь, команда вылазит из той неудачной серии, которая была На второй период все мы, кто переживает и следит за локомотивом Возлагали серьезные надежды Все-таки это самый сильный отрезок матча в этом сезоне А потому перспектива не только отыграться, но и выйти вперед не казалась такой уж фантастической Однако игроки ЦСКА тоже не зря второй сезон подряд ходят в лидерах КХЛ Гости накрывали буквально все атаки ярославцев жестким прессингом еще в зародыше Сами же москвичи каждый свой выпад на ворот Алексея Мурыгина старались доводить до броска И последующей силовой стычке с игроками локомотива Субтитры создавал DimaTorzok При этом вторая шайба от новоиспеченного отца Александра Радулова Выглядела как раз таки не рабочей, а эстетской Быстрая передача от борта, от реактивного плета И мастерский исполненный выход 47 номера гостей к воротам Мурыгина 0-2 Нельзя сказать, что вплоть до окончания матча хозяева льда не пытались отыграться Третий период в исполнении локомотива был, пожалуй, лучшим Однако и это не спасло В итоге первое сухое домашнее поражение в этом сезоне Верим, что оно же и последнее В эти же дни задача поднять настроение ярославским болельщикам стояла перед молодежкой На льду Дворца спорта имени Сергея Алексеевича Николаева Лока сначала достаточно неожиданно уступил питерскому Динамо 1-2 Но уже через день наша команда бодро взялась за исправление ошибок И вот защитник Александр Елесин в большинстве точно стреляет в дальний нижний угол ворот гостей Если говорить о твоей личной игре Ты к этим матчам подходил после матчей сборных Тяжело было в таком графике пребывать? Потому что да, и в сборной было 3 игры за 4 дня И здесь по сути через день играть насколько тяжело физически? Нормально, просто было немножко неудобно Считаю сначала был там, тут Ну, надеюсь, как бы все нормально Какие вообще впечатления от молодежной сборной, от работы под руководством Валерия Брагина? Понравилось играть там против европейских команд В Финляндии, против Европы Мне понравилось Своей игрой доволен? Все-таки в этом году, наверное, и ответственность побольше Нет, есть на чем работать Уже в третьем периоде Патчин защитника наконец-то поддержали и нападающие Артем Ильенко и Роман Крикуненко Организуют второй гол в ворота милиционеров И позволяют своей команде Спокойно довести дело до комфортной победы 2-0 Любимый счет в ярославских матчах этих дней Еще через пару суток встреча с Лока на арене А в гостях у нашей команды Все, что осталось от некогда грозного и амбициозного подмосковного Атланта Молодежная дружина уже не существующего клуба Мытищенцев, по сути, хватило лишь на один матч Первый По ходу 60 минут основного времени и 5 минут в овертайме Зрители так и не увидели ни одной шайбы А все решил единственный точный булит от Романа Крикуненко Зато в повторном поединке Все вопросы железнодорожники сняли в первые 15 минут игры Все вопросы железнодорожники сняли в первые 15 минут игры Мы не реализовали в прошлой игре очень много моментов И вышли с первого периода на ворота Все на ворота и это принесло плоды Мы забили и все Если вообще говорить о последних матчах Команда мало пропускает Удалось полное взаимодействие найти в обороне Или помогает что-то другое? Ну и защитники играют неплохо Ну и вратарьи почищают Все друг другу помогают Насколько сказывается переезд? Первые два матча против Динамо были в Торпедо Потом пришлось сюда перебазироваться в арену Пришлось как-то перестраивать игру Или все уже привычно, все знакомо? Да все знакомо, играли и на той, и на той арене Просто на Торпедо как-то более уютно Площадка кажется более меньше Из-за того, что трибуны там меньше 3-0 Более чем комфортный счет Да к тому же во второй-третий Артем Колонистов довел разрыв до четырех шайб Лока подтвердил статус лидера своей конференции Но если вы думаете, что главный тренер нашей молодежи Был абсолютно доволен То сильно ошибаетесь Как ребята переживают лидерство в чемпионате? Нет ли на них давления с той точки зрения Что они где-то может излишне себя хотят показать Или напротив успокоенности? Обращают ли они внимание на турнирную таблицу? И насколько она им помогает или мешает на ваш взгляд? Я говорил ребятам, что вы не смотрите на таблицу Это не ваше вообще Вы каждую игру должны выходить, бороться За каждый микроматч, за свой результат Показывают стабильную игру Это молодежная команда Там ряд ошибок неизбежен Они учатся Но мне бы хотелось, чтобы они как можно быстрее играли Правильно, стабильно Учились играть на уровне КХЛ Скорость должна быть быстрее Проблемы много в защитниках Потому что я не буду сейчас называть фамилии Но очень много из восьми защитников У нас у четырех, у пяти очень большие проблемы Поэтому это кажется, что нет проблем А проблемы серьезные Нас где-то и вратарей выручают И с течения обстоятельств везет То есть нападающих где-то забивает Большая проблема в обороне Поэтому это не значит, что мы там пропустили Там три шайбы всего Но очень серьезная проблема эта оборона Поэтому мы этим занимаемся Но, к сожалению, ребята немножко не понимают Или не хотят понимать Хотя, может, и понимают в связи с обстоятельством Но много проблем Поэтому мы будем решать, постараемся Саша, ну и надо, наверное, уже подводить итоги Вот осенние части чемпионата Потому что следующий матч только в декабре Против «Алмаза» Насколько вы довольны своей игрой? Понятно, что вы главе турнирной таблицы Но все ли получается? Ну, всегда есть на чем работать И вот в этот перерыв мы будем работать над тем, чем нам надо Чтобы как бы играть более лучше И не отдавать очки, допустим, как вчера И как на выезде, когда мы вели Красную армию Не отдавать такие очки И, конечно, выиграть кубок Итак, Лоха одержал три домашние победы подряд Сохранил первую строчку в таблице И теперь ждет четырехматчевый спарринг С вечным соперником Череповецким «Алмазом» И очень уж хочется Чтобы на декабрьских матчах нашей команды Зрителей было куда больше Чем группа родственников, друзей И самых преданных фанатов Это наши парни За которых стоит болеть с трибун «Алмазом» Между тем, основной состав локомотива Уже был в поездке Первой остановкой в очередном турне Для подопечных Алексея Кудашова Стал Магнитогорск Место встречи Европы и Азии Как гласит один из лозунгов города А также столица металлургического хоккея России И здесь, увы, мы опять довольствовались Лишь одной заброшенной шайбой От ржаного тны В ворота Василия Кошечкина А вот сами пропустили четыре Зато, наконец-то увидели в деле На уровне КХЛ Галкипера Антона Красоткина Есть первая игровая династия в клубе Отец и сын сыграли За основной состав на высшем уровне Уникальные достижения Я, во-первых, не видел игру Потому что у нас параллельно была Третий период концовку посмотрели А конкретно я полностью Сколько он там играл Третий период и концовку второго Я не видел, я посмотрел Просто, к сожалению, игры были Позвонил, поздравил Все, поздравил Тренера из школы В принципе, тренера виднее Там первая команда Я думаю, что они решают Но я как-то не зациклюсь об этом Мне, честно говоря Вообще вратарская линия Это немножко как бы чуждо Поэтому, ну Если там считает, заслужил Ну, ему надо заслужить просто Если там тренера считает Слава Богу Если у него есть перспектива Это хорошо На ваших экранах Весна 97-го Капитан только что Ставшего чемпионом Ярославского торпеда Дмитрий Красоткин На церемонии честования команды Поднимает полную чашу За первые золотые медали Ярославского хоккея А спустя всего несколько дней У него родится первенец Сын Антон Это уникальная фотография Из раздевалки локомотива 7 апреля 2005-го Наша команда Выиграла бронзу Суперлиги На руках у основного галкипера Марка Ламота Оба сына Красоткина Антон тот, что справа Ему уже 8 И он знает, что будет хоккеистом И, наконец, еще одно фото Декабрь 2013-го Антон впервые попал в заявку Молодежного лока Где его отец Работал помощником Главного тренера Снимок на память Это же наши дни Антон Красоткин Галкипер основного состава локомотива Дебютировавший в родной команде В возрасте 18 лет И 179 дней До седьмого пота работает На каждой тренировке Ждет следующего шанса Сыграть в ТХЛ Очень было приятно Дебютировать в ТХЛ Особенно в родном клубе Это очень дорогого стоит Очень было приятно Играть против магнитки Осознавать, что первый матч Ты проводишь против таких мастеров Как Зарипов, Азиакин, Коварш Очень был ответственный момент Все-таки первая игра Нужно было сконцентрироваться Ты вышел во втором периоде Но там близко был перерыв Что сказали, может быть, тренеры Уже в перерыве Посмотрев на первые твои минуты Что подсказал, может быть, Сергей Иванович Наумов Какие были указания В принципе, мы проигрывали игру 1-4 Так что особо никаких на мне моментов Не зацикливалось Нужно было вытаскивать игру И все внимание тренеров Было сконцентрировано Именно на этом моменте У тебя получается очень насыщенный сезон Ты за четыре команды уже поиграл Которые так или иначе к клубу относятся Вспомни, может быть, эти матчи Где было тяжелее, где легче Где ты чувствовал на себе особое, может быть, давление Конечно, приятно отыграть во всех четырех лигах Даже половина сезона еще не прошло Я уже везде сыграл Отличия в лигах вообще очень сильные Разные отличия Мне кажется, что в КХЛ все равно Первая игра в КХЛ Это уже уровень самый высокий Но вот эта игра была самая такая Более ответственная и важная Если говорить вообще о твоей карьере На кого равняешься Есть ли какие-то кумиры Кто, может быть, сейчас Именно из людей, которые играют И в России, и в НХЛ Тебе импонирует На твой взгляд На кого можно равняться? Так сказать, очень сложно Но с самого детства У меня был пример Егор Геннадьевич По-дамански Так что он, как был с детства Моим примером Так и остается Ты съездил в молодежную сборную России Не так давно Да, не попал в основной состав Но все впереди Какие впечатления остались От той команды От работы с подначалом Валерия Брагина Да, и может быть, что-то он сказал Да, относительно твоего будущего В этой команде Может быть, не только на этот год Но и на следующий Да, сейчас это не наш год На чемпионат мира А следующий год Будет основной 97-й Так что Валерий Николаевич Сказал ничего И не расстраиваться Продолжать И продолжать Работать И все пройдет Знал ли ты, что Совсем чуть-чуть не дотянул До рекорда Семена Варламова Тот сыграл В твоем же возрасте Но на несколько дней Пораньше за локомотив А вот тут Немножко ты подзадержался Нет, конечно В первый раз это слышу В Уфе Антон Красоткин был Вратарем запасным В рамке локомотива Вновь появился Алексей Мурыгин Гимн России В исполнении Обладателя премии Грэмми Четыре заброшенные шайбы От любимой команды И, наконец-то, победа Вот что ждало нас В столице Башкортостана Локомотив вспомнил Как ударно играть Вторые периоды Здорово использовал Свои шансы И тем самым Вернул лидерство В таблицы Запада Дубль Апалькова Шайбы Полунина И Херсли Салават повержен 4-2 Ну, я считаю Хорошая игра С нашей стороны Получилась Настрой хороший Видно было Что ребята Хотели прервать Эту безвыигрышную серию Отдали все силы Сердце И сыграли правильно Я считаю Основную часть времени Контролировали ход игры Вот за исключением Короткого промежутка времени Это в третьем периоде Когда мы пропустили первый гол Была небольшая неуверенность Но потом вроде Выправили Выровняли игру И концовку довели До победы нормально Не было никакой паники И по игре Нельзя было сказать Что команда Провалилась Где-то Потому что Да, были В концовке той части Перерыва Было два матча Где мы испытывали Действительно Кадровые проблемы А поначалу Первая игра Здесь Северсталь После перерыва Команда собралась Только накануне Там я говорил 12 человек Или 13 Даже у нас было в сборной Поэтому все пришли В разном состоянии Травмированные Еще не выздоровели Но постепенно Ступенька за ступенька Видно было по игре Что команда вылазит Из этой ситуации Я не могу сказать Что все Это прошло Закончилась Сегодняшняя победа Она просто Придаст уверенность Мы на правильном пути Но как я сказал Паники никакой не было Мы видели поступательное движение Завершаем нашу сегодняшнюю встречу Небольшим презентационным клипом От поклонников локомотива Верим Что бронепоезд Вновь встал На нужные рельсы До наступления зимы Еще много матчей И в них надо показывать характер Болеем дружно Встретимся Скоро Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова